А что вы делаете? А? Что? Дирожки с капустой. Дирожки с капустой? Когда они приготовлены? Блокировка где? Упаковка где? Почему вы кладете без упаковки? Попробуйте вопрос в голосе. Дирожка. Где упаковка и маркировка? Нормально. Она становится обордием. Ничего нет. Булочку уже видно в сутки вставили. Когда приготовишь? Вчера тройбодные семьи в сутки. Почему они просрочены и лежат на витрине? Наверное, надо руководителя позвать, да? Они уже деревянные. Я вам помогу. Немножко. Сколько тройбодных? Три часа, да, вот эта пицца? Да. А не знаю, с чем. И с колбасой за три часа. Там вроде колбасы нет. Ну и сыр. Тут сыр есть, знаешь, да. Вообще, при температуре зала три часа. Все то же самое. Ничего не отличается. Люди, посмотрите. Вот это все в земле. Потом мы этой ложечкой берем здесь. Потом берем здесь. Здесь. Потом здесь берем. Смотрите, моральная травма очередная. Срок годности 30 суток. Изготовлено 16-12-22 года. Это жесть. Это просто. Он там уже высох-перевысох, да? Ну, видимо, да. Там же пистолет. Это просто. Как? Неизвестно, что. Вот это такое. 30 суток. До 27 февраля. Что угодно. Тут тоже какие-то две тикетки. Что и 12-е. Что и 12-е. 9-е и 11-е. Это просто жесть. Девушка, вот кто тут вообще наделет? Здравствуйте. Хочется поинтересоваться. У вас кто здесь вообще наделет? Вы? Замечательно. Срок годности 30 суток. Изготовлено. 9-11. 9-го. 9-го, 12-го, ну и после у нас. Это как вот? Оно вообще, по-моему, там просвечено. Там есть от 6-го. Да, да, на новых разный. На наши ошибки просите, пожалуйста. Все надо будет списать. Да. А мы думали, директор там идет, да? Я похож? Спасибо. Вообще да. Берем, извините, нашу ошибку. Подойдет нам? Да, я позову, да. Отчет. Это что он их помил? Наша ошибка. Всего-то она на 4 месяца. Так что он сказал, директор подойдет или нет? И он здесь вообще, в магазине? Я сейчас позову. То есть получается, никто не звал. Я просто сейчас начну нервничать. А, вы директор, да? А где директор? Как можно директора у него выступить? Все зовут, и никто не может там в итоге побывать. Подойдет директор. А вы за это, да, дело отвечаете? Я отвечаю. Тогда, может быть, и за это ответите? Пойдет. Орешки, они в земле, да? Ну, они не мыты, ничего, да? Ну, а вот это не подходит сюда? Нет, смотрите, для орешков у нас у нас у нас что-то такое. Ну, тут всего две лопатки, правильно? А, три, да. Ладно, не будем это вокруг да около. Значит, у нас есть технический регламент таможенного союза и санитарные нормы, которые говорят о том, что если товар непосредственно подлежит употреблению в пищу без мытья и термической обработки, он должен быть упакован и промаркирован. Санитарные нормы нарушаются. Директор, она говорит, в родной упаковочке. Вот она лежит, она продается в родной упаковке. Дата изготовления. Вы давно работаете? Я давно работаю. Давно работаете. Вы вообще с руководством общаетесь, как нам общаетесь? Общаетесь. А давно с ним общались? Вы конкретизируете охотничь? Ну, потому что все магазины справляют эти замечания, а у вас почему-то вот это родная упаковка. А что запакуем? Это транспортировочная упаковка. А потребительская упаковка, она вот в пакетике, паркировочная. Мы запакуем. То есть вы признаете, что это не так неправильно? Мы запакуем. Я что-то говорю. Я не спрашиваю, запакуете ли вы или нет. Я говорю, вы признаете, что нарушение санитарных нормы происходит? Возможно. То есть не признаете? Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория, вы признаете правонарушение или нет? Вы потребитель, правильно? Да, вы покупатель. Я вам объясняю. Мы сейчас ставим наших печалок. Мне объяснять ничего не надо. Вы признаете, либо да, либо нет. Если вы не признаете, мы вам объясним другим способом. Вы не ображаете? Я не понимаю. Вы просто так говорите, не приятно. Я вам задаю вопрос. Вы признаете правонарушение, да или нет? Не надо со мной ерничать. И увиливать. Вы почему-то со мной так по-хамски разговариваете. Вы признаете правонарушение? Я вам уже объяснил, и вашему работнику объяснил, в чем заключается правонарушение. Вы признаете или нет? Я вам еще раз объясняю. Мы сейчас исправим все недочеты. Вы признаете? Правонарушение признаете? Вы еще раз объясняете. Я сейчас все исправлю. Денис, она, ну, все. Я не буду вам отвечать. Я признаю, я что-то не признаю. Хорошо, мы приобретаем это все. Мы сейчас все это исправим. Чтобы что-то исправлять, нужно признать сначала. Признаете или нет, Виктория? Я признавать могу только социальными органами каким-то. В смысле? Вы признаете правое нарушение? У нас есть какое-то нарушение. Мы сейчас его исправим. Я вам даже сейчас говорю конкретно, какое нарушение. Санитарный флорум и технический орган. А что молодой человек? Я вам согласилась. С хлебом тоже самое ситуация. Будете утилизировать? Упаковывается продукция. Что? Продукция упаковывается. Значит, продукцию снять с реализации. Денис, пойдем с ним, мы поможем. Снимайте, утилизируйте. У нас не получается разговор по-нормальному. Вы признаете право нарушения, да или нет? Снять полностью. Бак подставить и снять. Вы это утилизировать будете? Ну, естественно. Ира, бак. Акку нам предоставить. Нам бы можно даже на электронную почку. Как вписание. Сказать простое слово, что признаем право нарушения. Это тоже убрать. Все убирать. Паркировки нет. Когда изготовлены, не нужно. Вы только что сказали под видеокамеру, что вы сейчас будете упаковывать это. Поэтому мы подошли и снимаем. У нас орехи не упакованы. Соответственно, мы будем упаковывать орехи и стекеровать. У меня, видите, ведется видеозапись. Я прекрасно вижу. Вы сказали. Вы себя ведете по хамски. Я с вами разговариваю культурно спокойно. Вы себя сейчас по хамски ведете. Когда вам задают конкретный вопрос, вы уклоняетесь от ответа. Ну, это пока, пока. Вам повезло. Они сейчас выложат свежее, упакованное и промаркированное. Чуть-чуть попозже подойдите, будет свежее все. А это должно быть утилитировано. А сколько они, 12 часов? Ну, есть, что-то 12 часов. А они учатся. Оно свежее все со смотой. Знаете, я в тот раз скажу, оно тоже свежее. Вы будете покупать? Мы покупатели. Такие же, как и вы. Вы точно так же имеете право потребовать от них реализацию на лежащем образе продукции. Кстати, на всех ведет все паузы, что вы могли. Да, да. Вот мы сюда не заезжали, они расслабились. Вот сейчас мы приедем, они будут, как и другие магазины, себя везти. Я никогда, они, кстати, не приезжают. Ну, что будет. Вот так, вот там, люди не ездят. Ну, штампунь такой. Так, ну что, осталось ядер, что? Что такое? Здравствуйте. Тележку. Тележку не надо мою хватать. Да, нет. Это стеклевые вещи. Да вы мне было вставлены. Очень дорогие вещи. Типа, помоги. Ну, возьмите вот тележку, пожалуйста. Будете мне, соответственно, помоги. Понимаете, всего лишь нужно было вашему руководителю сказать, что правонарушение признаем. Все, мы ушли бы, нам бы сбросили акт утилизации по WhatsApp. Ну, чтобы мы не стояли здесь над душой, не смотрели, как вы будете снимать и тому подобное. А раз человек неадекватный, мы вам помогаем. Ну, иначе как? Всего лишь сказать, что да, правонарушение признаем. В криминальном ничего нет. Да, я понял. Мы не позицию не вызываем. Я дарю тебе класс. Что-то как-то это. Она с агрессивной, да, мать. Ну, я думаю, высшестоящего руководства сделает соответствующий вывод. А нет. И поменяет на другого руководителя. Виктория, нам дожидаться утилизации, либо вы... Вы можете мне на WhatsApp скинуть, на мой номер телефона, как это сделали другие магазины. Чтобы вам не нервировать вас и нам времени тать на вас. Вы не знаете, что вы видите, что вы спокойно все. Я себя всегда веду спокойно. Когда меня не провоцируют. Когда меня не провоцируют. Я этому спокойно отвечаю. Хорошо, Виктория, давайте я задам еще раз тот же самый вопрос. Вы признаете правонарушение? Вот это называется провокация с вашей стороны. И хамское отношение. Вам задается ответный вопрос. Ну, вы признаете или нет? Раз вы устраняете, значит, вы должны признать это. Вы фактическими действиями вроде как признаете, но смелость-то наберите. Наберите смелость и скажите, что у вас это правонарушение. Исправимся. Мы исправляемся уже. Ну, вы признаете, что это так не должно организовываться? Просто все магазины, пятерочка, уже все знают, как нужно это делать. Он научился. Ну, вы признаете или нет? Пойду я. Ну, давай. Просто иногда надо смелость иметь признавательное шею. Это приятно, что вы не конфликтоваете. Дайте, дайте, дайте. Конфетки? Нет. Конфетка, макрю. Сверху, да. Я это попробую на органолептический свой. Попробую. Смешки мельцом называются. Сверху, деревянные. Вкусно? Нет, знаю. Пока разгрыть не могу. Понимаешь? Не нравится. А? Мне нравится, знаешь, какие? А где у нас? Слив не грядет, да? А что обещают вообще? Понятно. Знаем, название, знание. Строго года не верю. Не знаете? Строго года, слушайте, там. Где у тебя? Вот, через сюда, вот. А, вот. А, вот, я что искал. Видите? Угу. А, нет, ты есть? Вот, и так. Вот. Извините, маршрут. Нет? Нет? Нет. 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 Спроси проще, к трогогодности какой. Да, до какого она угодит. К трогогодности. Вот здесь видно. А, вот он, да, 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 вот это, вот это, вот это. Все, я все понял вас. Мы же не знали? Нет, я просто не понял, что они. Так, она даже для вас, к тебе, к тебе, к тебе. Да, я понимаю, все. Наверное, надо директора звать. Будем списывать конфеты. Денис, ты что ты сам нагибаешь? Пускай работник снимает. Я хочу купить конфеты. А, ты купить хочешь? А, ну, покупай. Ходи сюда, вы не валим. Просоченные? До 21-го, 0-3-го, 23-го уже. Ну, просроченные, я вам могу сказать. Теперь мы встретим здесь. Да, нет. Это нам купим. Да? Да. Ну, вот это вам. Для спортовать пакетик. Или на каше, думаю. Вот, видите, сразу смотреть свободности надо. Правильно. Сейчас мы еще что-нибудь купим. Да, я очень хочу спрятать от вас. Сейчас не от нас надо прятать, а от всех прятать. Нет, от вас. Мы такие методы начали применять, только для того, чтобы застучаться. Потому что на словах не понимают. А когда мы склеп снимаем, в магазин перекрыть. Вот так. А что, вы, выручные, как? Немножко, что ли? Ну, вот, вот. Я один раз пробовал очень давно, было очень много просуточек. Что-то мы в кровати забыли. Сейчас получил? Да. Ладно. Ладно. Пожалуйста, спустите. Ну, можно сказать, не уйти, не уйти. Ну, вот, варево за ним, смотрите, фиксируем. Спасибо тебе за подарок. Мне надо пригласить директора для возврата на просмотр. А я в гараж. Принято, что ли, приезд? Да, что я в гараж. Ваш чек. Что? Повляйте. Спасибо.